Высказывайте своё мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30.00. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, в эфире неполиткорректное шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Участники все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Ну что ж, сегодня мы вещаем до 7 часов вечера по чикагскому времени. Вы нас можете видеть на нашей страничке Facebook. Вы нас можете видеть на нашем YouTube-канале. Радио НВС. Кстати, страничка Facebook. Также Радио НВС. Ну, зайдя на наш YouTube-канал, как всегда, очень большая просьба. Если вы еще этого не сделали, зарегистрируйтесь. И станете полноправными получателями всех наших новых программ. Также вы нас можете слышать на нашей веб-страничке radio-nvc.com. Кстати, если вы, я знаю, что в вечернее время немножко хуже работает радио в машинах. Так как, ну, по известным нам причинам, мощность передатчика слегка падает в ночное время. Поэтому, те, которые слышат нас с помехами, переключайтесь на наше бесплатное приложение в ваших айфонах и айпедах. И будете нас слышать и видеть без помех с замечательным звуком. Ну, а те, которые пользуются андроидами, то есть там Samsung и так далее. Пожалуйста, заходите через ваш поисковик, браузер на нашу веб-страничку radio-nvc. Нажимайте кнопочку play и вы будете, опять же, нас замечательно слышать. Правда, не видеть. Поэтому, есть варианты. Ну, а для тех, которые все-таки нас слушают по радио, мы вещаем на частотах 14.30 АМ и 99.1 ФМ. Итак, в эфире радио-нвc, неполиткорректное ток-шоу, и мы начинаем. А начинаем мы с того, что есть некоторые интересные новости. Я знаю, что у нас, многие наши радиослушатели, у нас есть такой Борис, у нас есть Юрий, которые живут в Бостоне, в Нью-Йорке. Я знаю, что нас очень многие слушают в Калифорнии. Так вот, очень многие из вас, дорогие радиослушатели, интересуются тем, что же все-таки происходит с расследованием так называемых расследователей. Ну, и вот, наконец-то, долгое время не было никаких сообщений, ну, и вот, наконец-то, начали потихоньку просачиваться все-таки сообщения. И одно из сообщений сразу же объясняет причину, по которой специальный генеральный инспектор, господин Хоровец или Горовец, задерживается с выдачей рапорта. Ну, и вот, одной из этих причин является то, что все-таки начинают постепенно становиться, вернее, не становиться свидетелями, а свидетели начинают все-таки давать показания, те, с которыми очень долгое время пытались связаться, эти показания боялись давать, потому что, ну, зная о том, какая коррупция существует в Министерстве юстиции, в ФБР и так далее, то есть при прошлой власти, поэтому очень многие люди как-то, ну, старались не становиться свидетелями, и вот, наконец-то, начинают потихоньку выходить с показаниями очень важные свидетели. И вот именно поэтому, то есть в английском языке есть такое понятие 11-hour witness, то есть это свидетель, который вышел, как говорится, вот в 11 часов, то есть за час до полуночи. Это обычно люди, которые вот выходят, как говорится, в самую последнюю минуту. Так вот, очень много свидетелей постепенно выходят с показаниями, и поэтому выход рапорта Горовца все-таки задерживается, но, тем не менее, действительно расследования ведутся. И вот нам дали некоторую информацию, которая сегодня уже циркулирует в кругах нашего, ну, человека, который занимается расследованием главного человека, это главный прокурор, это Джан Дурам, ну, и вот господин Горвиц. Так вот, что становится известным? Буквально недавно, буквально на днях, стал известен или стала известна еще одна участница того, что происходило с досье, вот с этим грязным досье, которое все-таки придумал бывший работник или сотрудник английской разведки, господин Стилл. Так вот, кроме, ну, вот есть такой, я вам немножко напомню фамилии, чтобы вы, как говорится, освежили свою память, есть такой Брус Ор, это человек, который был четвертым по важности в Министерстве юстиции. Так вот, этот Брус Ор, а его жена Нелли Ор, которая работала на Fusion GPS, на ту организацию, которая занималась добычей той грязи на Трампа, которую оплатила Хиллари Клинтон. Так вот, Брус Ор и его сотрудница, оказывается, у них был разговор с самим Стиллом по поводу вот этого досье. И Стилл им абсолютно четко заявил о том, что это досье не проверено, и что это досье фактически является его стрепней. И, оказывается, и Брус Ор, и его сотрудница, у меня просто вылетела из головы ее фамилия, по-моему, Клавик, если я не ошибаюсь, госпожа Клавик. Так вот, они, оказывается, разговаривали с Коми, и они его предупреждали, что вот когда Коми пытался получить вот эту FISA warrant через суды, через FISA court, они предупредили Коми о том, что это досье не проверено, оно состряпано, и нужно быть очень осторожным и подумать несколько раз перед тем, как брать это досье и использовать его информацию в application на вот эту FISA warrant, то есть на слежку за Картером Пейджем, и попадалось. Ну вот, теперь становится даже более ясным ситуация о том, что когда Коми шел и подавал петицию на получение FISA warrant, он знал заранее о том, он был предупрежден, то есть раньше он говорил, что то, что это досье непроверенное, что он об этом узнал уже потом. Так вот, это ерунда, это вранье, он об этом узнал до того, как он заполнил application и понес это application на подпись в суд. Точно так же, ну вот мы знаем, что есть такой US Attorney Sally Yates, которая точно так же, это одна из тех, которые подписали одну из applications, вы знаете, что было всего вместе, было четыре applications на то, чтобы продолжать следку. Была первая application, которая это дело начала, и потом возобновлялась слежка каждый месяц, и вот два таких application были подписаны господином Коми, одна была подписана вот этой Sally Yates, а Sally Yates являлась как бы работником, то есть она была одним из государственных прокуроров, то есть о чем это говорит? Это говорит о том, что абсолютно было известно к моменту заполнения application на FISA warrant, о том, что информация, которая была использована в этой application, была абсолютно непроверенной и недостоверной. Ну вот, постепенно, это, конечно же, очень много значит, особенно это много значит именно в работе господина Горовца, потому что именно ему было получено изначально все-таки расследовать вот этот FISA warrant, но ситуация в том, что, являясь генеральным инспектором и ни в коем случае не прокурором, инспектор Горовец не имеет права выставлять обвинение, то есть он, все, что он может делать, он может расследовать и давать рекомендации. Так вот, поэтому вместе с ним параллельно всю эту ситуацию расследует человек по имени Джан Дорам, который является государственным прокурором или обвинителем, и уже этот человек, проводя расследования свои, он уже имеет право выносить обвинения лицам, которые замешаны в этом нарушении, если таковое будет найдено. Ну, это вот то, что последние новости о том, что происходит с расследованием. Теперь, следующим номером нашей программы мы вспоминаем о том, что 17 июля, это недалеко, в следующую среду, ровно через неделю от завтрашнего дня, в палате представителей, вернее, в двух комитетах палаты представителей, это в комитете юридическом и в комитете по разведке, один из этих комитетов возглавляется Джерри Недлером, второй Эдамом Шеф, так вот, эти два комитета объединяются для того, чтобы устроить слушание, ну, бывшему спецпрокурору Малеру. Почему я говорю бывшему? Потому что на сегодняшний день, после того, как Мавр закончил свой рапорт, его должность была упразднена и его офис был закрыт. То есть, как говорится, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Ну, и вот теперь новая, как говорится, тема для разговоров сегодня, круглом, сплошь и рядом, это о том, что же будет происходить на слушаниях в этих комитетах. Ну, и, конечно же, опять же, как всегда, мнения разделились ровно по партийной линии, то есть, демократы считают, что вот они сейчас еще раз заставят Малера поднять тему того, что Трамп не был оправдан им, что абсолютно не имеет никакого ни политического, ни юридического значения, потому что, опять же, Малер не является судьей, он не является жюри, он является прокурором, который имеет право только либо обвинять кого-то, либо закрывать дело. Он абсолютно не имеет никакого права кого-то оправдывать, ну, или называть невиновным. Так вот, то, что пытаются добиться демократы, это, конечно же, держать, как говорится, поддерживать вот этот маленький теплящийся огонек, фитилек их, ну, вот такого подхода к ситуации по сговору Трампа с русскими, ну, и там про препятствия правосудию. Теперь республиканцы, те, в свою очередь, наоборот, ждут, не дождутся возможностей, где они смогут задать вопросы господину Малеру, хотя мало надежды на то, что господин Малер будет на эти вопросы отвечать. Почему мало надежды? Потому что господин Малер уже неоднократно заявлял о том, причем не намеками, а именно заявлял в открытую, что, во-первых, он считает абсолютно бесполезным вызывать его на слушание в комитет, так как он уже все сказал своим рапортом, и даже если его вызовут в комитет, он будет говорить только то, что написано в самом рапорте. Но мы же все прекрасно знаем о том, что есть такие люди в этих комитетах, как Джим Джордан, Марк Мэрроуз, Рэдклифф. Это люди, которые просто не дождутся, как говорится, вцепить свои зубки в тело Малера для того, чтобы его вопросами чисто порвать. В каком смысле? Даже если Малер будет отказываться от дачи показаний, а мы все прекрасно понимаем, что он это будет делать, то самое главное, и я с этим абсолютно согласен, очень часто мы знаем, что именно во время слушаний начинает происходить чистый цирк. Вместо того, чтобы заниматься расспросами и пытаться выяснить какую-то истину, очень многие представители этих комитетов занимаются чисто самопиаром, начинают произносить, вот им даются пять минут времени на их выступление. И вот они все пять минут, как говорится, просто выступают. Так вот, если республиканцы будут заниматься вот этим, то есть не задавать вопросы, а именно, как говорится, самопиариться, в чем я очень сомневаюсь, потому что я уже не раз имел удовольствие слушать и Джим Джордана, и Марка Мэддоуз, и Рэд Клэфф, и остальных республиканцев в этих комитетах, они умеют задавать вопросы, и они умеют выводить людей на чистую воду. Даже если этот человек, допрашиваемый, так называемый, отказывается отвечать, это тоже очень много значит. Это имеет огромное значение. Почему? Потому что вопросы, которые будут задаваться, абсолютно нормальные и логичные. Например, ну вот Джим Джордан уже сказал, что он хочет для себя выяснить три вещи. То есть у него есть пять минут задать вот эти вот три вопроса, которые он хочет выяснить. Первый вопрос. Когда господин Мауэр узнал о том, что не было никакого сговора Трампа с Россией? Вопрос номер два. Почему, имея абсолютно неограниченные права, и не будучи ограниченным во времени, я имею в виду во времени расследования, почему Мауэр не занялся, ну хотя бы поверхностно расследованием того, что произошло между Коми и Клинтон? Почему Коми решил ее оправдать? Фактически не проводя никакого расследования. Это вопрос номер два. И вопрос номер три. Это почему Мауэр взял на себя такую обязанность, где он сам лично заявил в своем репорте, что он не нашел причины оправдать Трампа. Вот эти три вопроса. Теперь давайте мы их разберем быстренько, так чтобы всем было понятно, почему эти вопросы настолько важны. Значит, вопрос номер один. Когда Мауэр узнал о том, что никакого сговора нет? Ответ Мауэра, по идее, должен последовать, если Мауэр бы отвечал на эти вопросы, то ответ Мауэра должен был быть, потому что это идет под присягой. Его ответ должен был быть в тот момент, когда Питер Страк в своем рапорте сказал, что разговаривая с Флыном, разговаривая еще с представителями администрации Трампа, что он не увидел никакого предлога. Вот в этот момент, в принципе, Мауэр должен был остановить свое расследование. Мауэр продолжил до тех пор, где Флэн был фактически доведен до банкротства, вплоть до того, что ему пришлось продавать свой дом, так как его обвиняли в том, что он обманывал специального прокурора. Пол Мэнефорд, которого признали виновным абсолютно в том, что не имело никакого отношения к расследованию Мауэра. И, опять же, даже тот же Джан Коуэн, какой бы он ни был, ну, скажем так, негодяй и подонок, все равно при всем при этом, по идее, до него не должно было дойти дело. Так вот, поэтому это был очень важный момент, когда Мауэр об этом узнал. И почему нужно было идти дальше два с половиной, почти, прошу прощения, два года, там, 22 месяца, и потратить около 35 миллионов долларов, для того, чтобы, фактически, зная о том, что в самом изначально там ничего не было. Ну вот, это вопрос номер один, вопрос номер два, ну, в принципе, он сам собой разумеющийся, и третий вопрос, почему Мауэр взял на себя, опять же, это вопрос, который, ну, я не представляю, как человек такого ранга, как Мауэр, он абсолютно не глупый человек, мог такую написать глупость, типа, я не нашел причины его оправдать. Ну, это абсолютнейшая глупость. Вот, поэтому вот эти три вопроса, которые хотел бы задать Джим Джордан. Марк Мэрюс тоже обозначил свои вопросы, где его очень интересует, опять же, почему не было, почему Мауэр не начал расследование Хилари Клинтон, если уже искали связь с русскими, ну, и так далее, и тому подобное. Короче, будет очень интересная вещь, все-таки, если бы Мауэр начал говорить, но никто, ни демократы, тем более республиканцы, не думают, что Мауэр будет говорить, то есть он будет отвечать, либо, что это выходит за рамки моего рапорта, либо он вообще будет, не будет отвечать на вопросы. Поэтому, действительно, вот то, что будет происходить в следующую среду, это, скорее всего, будет такое цирковое представление для публики. Мы делаем вид, что мы что-то делаем, а они делают вид, что они с нами согласны. Ну, вот такого типа, то, что ожидается в следующую среду. Но, кроме этого, есть еще очень две темы, очень, я считаю, важные и интересные, которые бы я хотел с вами обсудить. У нас буквально остается полторы минутки до нашей Station ID рекламной паузы, поэтому я просто обозначу темы, которые я хотел бы с вами обсудить, а уже обсудим мы это после рекламной паузы. Итак, тема номер один. Маллера, репорт и вообще, что он из себя представляет и зачем он нужен. Это очень интересная тема, которая начинает, опять же, постепенно раскрываться. И вторая тема, которую я бы хотел с вами обсудить, ну, это, конечно же, поведение наших женщин-футболисток, их политические мотивы, заявления и так далее. Мне бы очень хотелось узнать ваше мнение по этому поводу. Очень хотелось бы услышать ваше мнение. Ну, вот я расскажу по рапорту Маллера, какую информацию, и потом действительно хотелось бы с вами это обсудить. Итак, еще раз, номер телефона в студии 847-400-5200. Мы обязательно вернемся после Station ID и рекламной паузы и продолжим нашу встречу. А пока оставайтесь с нами и услышимся через несколько минут. Ну, вот, уважаемые дамы и господа, мы вновь возвращаемся в передачу Сергея Зацепина «Неполиткорректное ток-шоу». Я его ведущий Анатолий Червец, номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, и наша следующая тема, как я и обозначил до перерыва, я бы хотел с вами поговорить по поводу вот самого репорта Маллера. Начинают постепенно, в принципе, появляться некоторые интересные идеи по поводу этого репорта, что это такое, для чего он нужен был и так далее. Так вот, самое интересное то, что по правилам, будем говорить так, по правилам Министерства юстиции, когда назначается генеральный прокурор, прошу прощения, специальный прокурор, его, конечно, задача обозначается генеральным прокурором, так как специальный прокурор работает на генерального прокурора, или на министра юстиции, и его обязанности обозначаются самим генеральным прокурором, И потом в конце задача специального прокурора сделать две вещи. Либо предъявить какие-то обвинения, или хотя бы дать предпосылки к объявлению обвинений, либо закрывать дело. Все. Точка. Это очень важно, чтобы мы все это поняли. Почему? Потому что только поняв вот эту ситуацию, мы сможем понять весь тот абсурд всего того, что проделано было Малером в отношении его репорта. Вот смотрите, как это просто все делается. Значит, еще раз. По закону, по правилам Министерства юстиции, Малер проводил свое расследование. Ему никто не мешал, его никто не трогал, он делал свою работу. И в конце, когда он закончил эту работу, все, что ему нужно было сделать, это подать рапорт на имя генерального прокурора, в котором все, что ему нужно было сказать, это работа проделана, результат работы таков. И там, в зависимости от результата, либо я считаю, что существует достаточно доказательств вины, или хотя бы того, что произошло, и поэтому я считаю, что мы имеем полное право вынести обвинение. Либо второй вариант, сказать или написать буквально в двух предложениях о том, что после проведенной работы не было найдено достаточно улик или доказательств для вынесения обвинения, и поэтому я это дело закрываю. Все. Представляете, как легко и просто все это можно было закончить. Но, вот тут, это для тех, которые считают, что Малер абсолютно честно и порядочно делал свою работу, что он вот наш такой чистый, светлый герой нашего времени. Что делает Малер вместо этого? Малер пишет рапорт на почти 500 страницах, 484 страницы, из которых 260 страниц описывают самый такой простой факт того, что после всех дел никакого сговора не было. 260 страниц, и следующие 224 страницы заменили буквально три строчки. Во время проведения расследования улик в таком-то, таком-то обвинении не найдено, или доказательств, дело закрываю. Все. 224 страницы какой-то абсолютной галимати. Причем, он абсолютно не должен был в этом репорте указывать ничего того, что говорилось в слушаниях в Грэнд-Джюри, так называемом, никаких показаний свидетелей, никаких, то есть вообще ничего, чтобы это должно было каким-то образом быть засекречено. То есть, вся та работа, которую проделал Малер и его группа, хотя сегодня интересная вещь, все считают, ну, будем говорить так, все, это люди, которые, эксперты, которые понимают в том, что происходит, в том, что происходило, они все считают одно и то же, что Малер это был чисто такой, знаете, как это называется, ну, ряженый человек, почему? Потому что, или как говорит, свадебный генерал. Почему? Потому что он, в принципе, абсолютно не имел никакого отношения к тому рапорту, который был представлен Бару. Почему так считают? Все, в принципе, в один голос считают, что это все было написано и составлено его правой рукой, Эндрю Вайсманом, которого кличка Питбол или Булдог, что-то в этом роде, короче, собака какая-то, и что вот это все было сделано именно руками Эндрю Вайсмана. Теперь, ну, разберем элементарно, для чего это нужно было сделать и вообще, что произошло с этим протоколом. Значит, мы все прекрасно понимаем, что задача Малера, причем мы об этом говорили, еще и я, и Сережа еще об этом говорил, и мне кажется, даже Леон Вайнштейн об этом говорил, что Малер был, естественно, притянут за уши к этому расследованию. Почему? Смотрите, как интересно это все получилось. Если мы опять, как говорится, всколыхнем прошлое и вспомним, как это все вышло наружу, вдруг ни с того ни с сего министр юстиции на тот момент Джефф Сэшенс объявляет о своем самоустранении. Почему? Толком никто не понял, потому что то, что он там где-то присутствовал при каком-то разговоре, абсолютно его не обязывало самоустраняться. Значит, вот смотрите, насколько эта вся система была продумана и построена, насколько, ну, скажем так, насколько она грамотно была построена. Просто слишком хорошо провели свою работу журналисты, которые занимались раскруткой вот этого дела. Журналисты это Сэра Картер, Грэг Джаррид и забыл третьего человека. Anyway, то есть это люди, которые просто вот вцепились во все это дело зубами и просто начали его раскручивать. И вот так постепенно, постепенно, постепенно оно само по себе как-то начало принимать какие-то интересные формы. Так вот, Джефф Сэшенс самоустраняется. Почему? Потому что если бы Джефф Сэшенс оставался генеральным прокурором, он мог иметь абсолютное право вести это расследование сам. И ему, конечно же, никто не доверял бы. Почему? Потому что он бы не сделал ту работу, которую пытался сделать Маллэр, то есть руками Маллэра заниматься такой страшной работой. Так вот, единственное, что не совсем понятно, Джефф Сэшенс самоустранился, потому что ему сказали самоустраниться, или потому что он понимал, что если он будет вести это расследование, он в жизни не сможет его вести таким образом, которым его вел Маллэр. То есть он все-таки человек чести, и он бы не смог заниматься такой ерундой. Так вот, Джефф Сэшенс самоустраняется. Как только Джефф Сэшенс самоустранился, тут же его место занял его заместитель, Рад Разенстин, который тут же притащил за уши Роберта Маллэра вести расследование. Теперь немножко о законах Америки и о том, как вообще работает назначение специального прокурора. Значит, сама идея назначения специального прокурора состоит в том, что если происходит что-то, где генеральный прокурор, либо какой-нибудь другой государственный обвинитель или прокурор не могут вести расследование в полной мере по какой-то из причин, назначается специальный прокурор. Но для того, чтобы назначить специального прокурора, для этого должна быть обозначена идея нарушения закона. То есть расследовать нужно что-то. Вот что-то, то, что было каким-либо криминальным деянием. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Скажите, а почему вы должны были сразу назначить, а не или ждать? Это ж, по-моему, автоматически, если устраняется начальник отдела, то заместитель автоматически должен за это отвечать? Правильно. Правильно. Теперь, смотрите, что интересно получилось. То есть, по, как это сказать по-русски, по succession, то есть по последовательности, по идее, если самоустраняется, но это действительно есть такой закон. Точно так же, кстати, как вот у нас в Чикаго, вот с этим Смолетом, Джастином Смолета, да, когда государственный обвинитель Факс самоустранилась, то в чем было ее нарушение здесь, в Чикаго, и что вызвало целую бурю негодования, и почему сейчас ведется очень серьезное расследование? Когда самоустраняется генеральный прокурор, то ли Штата, то ли Соединенных Штатов, его заместитель не имеет права заниматься работой самого генерального прокурора, и для этого назначается специальный прокурор. То есть, это человек, который абсолютно независим от офиса генерального прокурора. Теперь, в чем было нарушение госпожи Факс? Она самоустроилась... Вы скажите, в чем было нарушение Сэшена? Окей. Нарушение Сэшена в том-то и дело. У него нарушений не было. Ему просто вменялось то, что он во время слушаний вроде бы забыл рассказать о том, что у него был там какой-то разговор с представителем российской стороны. Причем, это разговор, который абсолютно нормальный во время перехода власти от одной администрации к другой. То есть, новый кабинет... Правильно. Но он отказался от того, чтобы вести дело. Да. И как только он отказался... То есть, он нарушил закон? Нет, он не нарушил закон. Как же, значит, Факс нарушила, а он не нарушил? Объясняю. Факс нарушила тем, что она сама, самоустранившись, назначила человека из ее же офиса вести это расследование. Она не имела права это сделать. Где это сказано? Это сказано в законе Министерства юстиции. Вот в этом вся и проблема. И когда Сэшенс самоустранился, он знал прекрасно, что Рад Разенстин не сможет заниматься этим делом, и Рад Разенстин должен будет назначить специального прокурора. Что он и сделал. Что он и сделал. Но... Так в чем нарушение? Объясняю. Для того, чтобы был назначен специальный прокурор, для этого должна быть предпосылка какого-то нарушения закона со стороны человека, которого собираются расследовать. Окей. Так, теперь, как такового нарушения закона не было. Почему? Потому что даже если бы Трамп обвинялся в сговоре с Россией, это не является криминальным нарушением. Поэтому оно не вызывает за собой никаких обвинительных предъявлений. Понимаете? То есть, он действительно... Там нечего было... Так, простым языком, там расследовать было нечего. Почему был назначен специальный прокурор в деле Клинтона? Почему был назначен Кент Старр? Потому что Клинтон обвинялся во лжи Конгрессу под присягой. Когда прокурор был назначен Клинтону, он не обвинялся во лжи. Он обвинялся в том, что Water Вайтвотер Кондоминиум. Да, Вайтвотер дело. Ну и потом ему еще вменили там ложь под присягой. Но ему ему вменяли определенную вину криминальную. Он подозревался в криминальном деянии. И поэтому был назначен специальный прокурор. Прокурор был назначен на счет Water Вайтвотер, еще раз я вам повторяю. Вайтвотер, это Кондоминиум. Да. Так вот, когда был назначен прокурор, это было, он был назначен расследовать криминальный, подозреваемое криминальное преступление. Вайтвотер, Вайтвотер, Кондоминиум, это было криминальное дело? Конечно, конечно. В чем? Там, потому что там была, во-первых, коррупция. Во-вторых, там было нечистое эти продажи были абсолютно непрозрачные. Да, но оно не было доказано. Опять. Ну, молодой человек, вы послушайте, вы вместо того, чтобы спорить, вы послушайте, о чем я говорю. Никто не говорит, что оно было доказано. Причиной назначения специального прокурора были подозрения в криминальной деятельности. Это понятно? Понятно. Окей. было оно доказано или нет, это уже вопрос третий. Но причина назначения специального прокурора это подозрение в криминальной деятельности. Здесь же, когда назначили Малера, не было подозрения в криминальной деятельности. Его назначили расследовать сговор между администрацией и Россией. это само по себе не является криминалом. Это было не только сговор, это было о том, что влияние на избирательную систему, а это криминальное. И это не криминальное, прошу прощения, вы немножко не правы, это не криминальное. Вы же понимаете, что если бы было даже доказано, то есть, вы понимаете, что вот как может Россия вмешаться в выборы, скажите мне, пожалуйста. Как? Да. Если она даст, если она войдет в систему любой из партий и будет давать ложную информацию, вот этого достаточно? Окей. Но она не может повлиять на ход выборов, потому что, объясняю, потому что когда вот эти урны избирательные, они не подключены к интернету, то есть, они не могут залезть в эти урны и как-то повлиять на ход. А я не говорю про урны, я говорю о том, что она влияет на то, что и дается информация о любой партии. Окей, хорошо, хорошо, я понял. Теперь, скажите, пожалуйста, в чем было бы криминальное действие Трампа, если бы Россия взломала компьютер и залезла бы в какой-то компьютер партии, при чем здесь Трамп и какое бы было его криминальное действие в этом. Если это сказалось на выборах, вот это криминальное. Нет, вы давайте так, давайте будем отвечать на вопросы тогда. Скажите мне, пожалуйста, если я взломаю ваш компьютер и я у вас в компьютере что-то там поменяю, можете ли вы быть обвинены в криминальном деянии? Вот я взял и взломал ваш компьютер. Если вы взломали, вы будете отвечать. Я буду, но вы здесь при чем? А расследовали ведь Трампа? Расследовали Трамп... А если Трамп воспользовался этой информацией? Так в том-то и дело, что воспользовался информацией, это не криминальное дело. Вот смотрите, я вам приведу пример, чтобы вы просто поняли. Я понимаю, куда вы ведете, я вам приведу быстренько пример. Хилари Клинтон в открытую заплатила за грязь, которую собирали на Трампа, в открытую, это никто не скрывал, заплатила деньги для того, чтобы накопать на Трампа грязь. Тогда вопрос, а почему же ее не обвиняют в криминальном деянии? Хороший вопрос, почему? О, вот поэтому, еще раз, это не является криминальным действием в глазах закона. Копать грязь на противника, в этом нет ничего криминального. Вопрос только стоит в том, кто эту грязь для нее копал. Вот если бы ее сотрудники начали бы копаться в грязном белье Трампа, никакого криминального деяния в этом нет. А вот то, что она привлекла сотрудника иностранной разведки, и тот пошел к противнику Соединенных Штатов, то бишь России, за информацией вот это называется криминальное дело. Скажите, а за что Никсон был привлечен? Никсон был привлечен за то, что его сотрудники взломали в гостинице номер для того, чтобы добыть определенные документы, компромат. Они взломали дверь, они просто взломали, то есть была кража со взломом. И это было, то есть, опять же, вы не забудьте, Никсона не в этом обвиняли. Никсону грозил импичмент, и не факт того, что этот импичмент бы состоялся, просто Никсону грозило тюремное заключение. не, 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 не рассказывайте сказки. Значит, еще, послушайте меня, молодой человек, если вы будете разговаривать, разговаривайте с точки зрения фактов, а не домыслов. Вот я вам факт. Значит, президента невозможно обвинить в криминальном деянии, невозможно. Точка. Единственное, что можно сделать президенту, это его импич. И когда Никсону начали дело по его импичменту, его республиканская партия ему сказала, Вася, уходи, потому что мы за тебя заступаться не будем. И ему пришлось уйти. Вы знаете о том, что его, у него официально не был предъявлен импичмент. Об этом вы знаете? Знаю. Вот. Так вот, Никсон, никто ему не предъявлял никаких... Он Рязань. Да. Никаких криминальных деяний ему не вменяли. Ему не грозил никакой суд, потому что он же не сам туда влажил. А почему Форд его пардон? Скажу, почему. Потому что ему было вменено, то есть его его аппарат, за который фактически, ну, в принципе, он отвечает, которого обвинили вот в этом деянии. И ему грозил импичмент. Он резайн, раз он резайн, его могли импич, как говорится, за глаза. Он просто резайн, не было официального объявления импичмент. Но его... Если он резайн, его могли посадить в тюрьму. Нет, его не могли посадить в тюрьму. Могли. Потому что он уже был неприятный. Я прошу прощения, но вы уже начинаете ерунду говорить. Я не могу разговаривать с людьми, которые настолько не только не владеют информацией, но еще и придумывают сами какую-то ерунду. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Да. Я прошу прощения. Не делайте передачу для Феликса. Отключите его. У вас столько информации интересной. Он начинает ерунду говорить. Ну, я пытался как-то ему все-таки объяснить, потому что есть люди, которые не понимают. Но когда Феликс начинает действительно пороть ерунду, это уже даже неинтересно слушать. Абсолютнейшая ерунда. Причем человек, который столько лет прожил в Америке, так и не интересовался, что тут происходило, слышал какие-то отзывы, ну, не важно. Короче, давайте мы сейчас сделаем такую вещь. Мы сейчас прервемся быстренько на рекламную паузу, послушаем пару очень важных объявлений, а потом вернемся и все-таки продолжим нашу тему без участия Феликса. Спасибо, что остаетесь с нами, уважаемые дамы и господа. Номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, а я пока продолжу насчет Роберта Малера, его участия в расследовании. Итак, генеральный прокурор Джефф Сэшнс, самоустранившись, тем самым сдает свои обязанности, перекладывает их на плечи Рад Разенстина, который тут же притягивает специального прокурора. Хотя расследовать в принципе как таково было абсолютно нечего. Но, тем не менее, Роберт Малер собирает команду абсолютно из ненавистников Трампа, сторонников Клинтон, и начинает просто свою, честно говоря, грязную работу в том, что его задача, есть такая интересная пословица, ну, будем говорить так, она может быть не совсем радийная, но тем не менее, если в доме нет денег, привяжите к попе веник, привяжите и метите, наметете, приходите. Вот это то, чем занимался в принципе Роберт Малер. То есть, он по всем углам, по всем щелям пытался намести какие-то улики против Трампа для того, чтобы все это потом передать в Министерство юстиции, ну, в комитеты демократические, вернее, которыми заведовали демократы и для того, чтобы устранить Трампа как человека, который нарушил какие-то законы, какие-то порядки. Ну, и вот вот этим самым он на этом он не остановился, конечно же, он ничего намести не мог по одной простой причине, там этого просто не было, и поэтому Трамп настолько абсолютно ну, будем говорить так, спокойно относительно, но тем не менее достаточно спокойно относился ко всем вот этим расследованиям. Хотя по Конституции президент, который является единовластным боссом, так называемым executive branch, то есть управляющей ветви, он имеет право уволить любого человека, который работает на государственной службе, ну, и тем более вот такого как Малер. И самое интересное то, что Малер там пытался еще приплести ко всему этому препятствию правосудию, ну, одним из причин он назвал, одной из причин он назвал то, что Трамп уволил Коми, потом он назвал другую причину тем, что он сказал своему адвокату Белого дома Таму Магену там уволить Сэшнз и так далее, в общем, короче говоря, вы понимаете, что ни в одном, ни в другом, ни в третьем случае это не является препятствием правосудию. Почему? Потому что на место уволенного человека может быть взят другой человек и точно так же продолжать расследование. Ну, приведу пример. Трамп абсолютно спокойно мог уволить Малера по одной простой причине, что у Малера в команде работали, не работал ни один представитель республиканской партии, ни один. Там работали все те, которые, сторонники Клинтон, Мало того, что они были сторонниками, они были донорами ее выборной или предвыборной кампании, и несколько из них даже находились в ее лагере тогда, когда она проиграла выборы, и вот этот Эндрю Вайсман просто рыдал крокодилями слезами, потому что Хиллари проиграла. Так вот, только заодно это, то есть за проявление пристрастия, или не пристрастия, а за проявление привязанности к противоположной партии, Трамп уже имел право уволить Баба Малера, но он этого не сделал, поэтому о чем Баба Малер говорил, когда он пытался притянуть опять же за уши обвинения в препятствии правосудия, этого тоже никто не знает. Ну и вот теперь мы имеем то, что мы имеем, то есть рапорт был написан на 484 страницах, которые могли легко заменить буквально два листочка по три предложения на каждом, тем самым создалось вот это обсуждение того, дайте нам репорт не отредактированный, дайте нам редактированный, там этого редактированного вообще ничего не должно было быть. так вот сейчас Роберт Малер должен будет предстать перед этими двумя комитетами в следующую среду, ну и там мы посмотрим во что это все выльется. Кстати, о чем я говорил в том смысле, что если Малер не будет отвечать, это тоже очень плохо скажется на его ну, будем говорить так, имидж, на его персоне. Почему? Потому что когда вам задают вопрос и вы на него отказываетесь отвечать, понятно, что одно из двух либо вы что-то скрываете, либо вы боитесь ответственности. Так вот, даже молчание Малера, его отказ на ответить на вопросы членов республиканской стороны комитетов, это тоже будет очень некрасиво и я вам скажу честно, после такой блестящей карьеры, которая была у Малера, зря он взялся за вот это грязное дело в свое время, потому что сейчас его уход будет очень и очень неблагопрестоин и неблагоприятен для него самого же. Ну, это то, что касается Малера. Итак, третья тема, которую я хотел сегодня обсудить, у нас не так много времени. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вот знаете, Анатолий, вот мне непонятно, препятствие правосудию, то есть препятствие расследования, расследование чего? Преступления ведь не было. Да. Как же можно препятствовать тому, тому, чего не было, как бы? Абсолютно. Ну, опять же, мы же говорим про Баба Малера, то есть он ему притягивает за уши то, что президент как бы отказался с ним сесть и встретиться. но сам Малер на этом, в принципе, на встрече не настаивал, если мы все помним. То есть, он сказал, да, не мешало бы встретиться Джулиани вместе с Джей Секкило. Ему сказали, слэш, ты парень, а не слишком ли ты много хочешь и не слишком ли ты много на себя берешь? Тебя будет достаточно? Дело в том, что они ведь не просто встречаются, они ведь подставы делают. Конечно. Что называется фрейм по-английски. Да, да, вот это... Понимаете, поэтому с ними нельзя иметь дело порядочному человеку. Абсолютно. Вот поэтому они не считаются порядочными людьми и поэтому получается так, для демократов это еще одна возможность поговорить, а для республиканцев это... Покопаться в грязном белье называют. Ну да, а для республиканцев это действительно интересно, то есть, там будут очень много хороших вопросов, жалко, что мы вряд ли на них получим ответы. Так что... А мы услышим вопросы? Или это будет... Да, 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 нет, это будет открыто, нет, это будет цирковое представление при открытых дверях, как положено. Это... Эти будут... Я думаю так, что демократы будут не спрашивать, потому что они понимают, что ему больше ответить не на что. Они каждый будут, как в слушаниях с Кевеном, будут выступать и... Поливать... Климить трампа... Так, поливать грязью трампа, клемить позором и так далее. Ну, а республиканцы будут задавать вопросы, на которые он отвечать не будет. И, в общем, короче говоря, ну, что я могу сказать? Цирк уехал, клоуны остались, ничего не меняется. Спасибо, Варвар. Вот. Итак, насчет нашей футбольной команды. Женщин, которые стали чемпионами мира. Скажу вам честно, если мы даже разделим то, что произошло на две части, то есть, сам факт того, что они выиграли и как они играли, если мы это отделим от того факта, как они себя повели до чемпионата мира и потом во время и потом в день выигрыша, то я вам скажу так, являясь очень серьезным болельщиком и ну, я считаю себя неплохим знатоком игры. Скажу вам, что играли они, конечно, из рук вон плохо, абсолютно плохо, потому что на уровне чемпионата мира я понимаю, что это женский футбол, я понимаю, что может быть есть какие-то определенные на то причины, может быть, но я видел, как играют девочки в возрасте вот до 18 лет и я вам скажу, что эти девочки играют вот в разных клубах, те люди, у которых дети играют в сакр, я имею ввиду, ну, вот на уровне хотя бы travel soccer и которые наблюдают за игрой девочек, я всегда говорил, что девочки даже более агрессивны, чем мальчики, вот в них есть вот это вот желание не просто победить, а победить так, чтобы сопернику сделать больно, не знаю, откуда это берется, но тем не менее, так вот, наши женщины, да, они выиграли чемпионат, у них это не отберешь, но только потому, что другие играли еще хуже, чем наши, не дает нашим в принципе большого плюса, играет ужасно, честно, вот просто ужасно, ни пасов, ни ударом поворот, поворотом, никаких, каких-то комбинаций, вот одна комбинация, полузащита получает мяч, бросает его нападающему, нападающий хватает мяч и бежит в сторону ворот противника, даже не смотря по сторонам, чтобы увидеть, а вдруг кому-то можно дать пас, нет, об этом разговора нет, бегут, 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 потом наконец-то видят, что перед ними линия ворот, а ворот нема и начинают, вот тут они начинают думать, в общем, короче, игра ужасная, причем, самое интересное то, что если бы не было, ну, те, которые смотрели эту игру, если бы не назначили пенальти, еще неизвестно, как бы эта игра закончилась, потому что пенальти, ну, там было чисто, действительно, был фолк, но абсолютно тупой фолк, опять же, это говорит о том, что уровень ужасный, потому что, как может защитник в штрафной площадке поднять ногу выше плеча соперника, тем самым, нарушая, ну, просто нарушая правила, я такого в своей жизни еще не видел, ну, в общем, короче, играли они абсолютно из рук вон плохо, честно, но, вот то, что они, то, как они себя повели после выигрыша, и то, что вот это одна из капитанов команды, там два капитана команды у нас у женщин, одна, это Меган Репино, а вторая, это Алекс Морган, так вот, то, как себя повела Меган Репино, которая, ну, вот, те, которые слушали раньше, Яша давал уже оценку этому, она себя повела, ну, ужасно некрасиво, хотя бы потому, что она не встала во время исполнения гимна, я имею в виду, встала на одно колено, это раз, во-вторых, о том, что она заявила, что она не собирается, даже если бы ее пригласили в Белый дом, она не собирается идти туда и не думает, что ее команда пойдет туда без нее, и третья, она сказала, что она поблагодарила Чака Шумера за то, что тот, видите ли, ее пригласил в, на Кепитал Хилл, ну, вот, в Сенат с визитом, так вот, давайте быстренько разберем эту ситуацию, во-первых, эти девочки, женщины, неважно, они представляют не частный клуб, и они представляют не частную лавочку, они представляют Соединенные Штаты Америки, они представляют нашу страну, они не представляют демократов, они не представляют республиканцев, они представляют, Они USA National Team, это сборная Соединенных Штатов Америки, это не сборная демократической партии, это не сборная лесбиянок, это не сборная каких-то дворовых псов, это люди, которые представляют нашу страну. И во время исполнения нашего гимна не стать и не положить руку на сердце и не петь наш гимн, я считаю, это позором, который просто, ну я не знаю, если бы честно, если бы я мог, забрал бы к чертовой матери у них звание чемпионов мира, звание всего. Вообще, мало этого, выгнал бы их из национальной сборной, потому что вот уж точно они не представляли нашу сборную, вернее, они не представляли нашу страну. Они представляли банчо Примадауна, которые у каждого своя какая-то политическая, абсолютно идиотская мысль. Добрый день, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, господин Червец, категорически с вами согласен, это полный абсурд, такая заполитизированность в спорте уже начинает пожирать сам спорт, и я не могу этого понять. Да, я тоже, Вадим, честно, вот клянусь вам, знаете, я не понимаю, когда этим занимаются частные клубы, но они, по крайней мере, сами себе все оплачивают. То, что это же был чемпионат мира, и Трамп же не пригласил их как частных лиц, а пригласил как победившую команду. Но я думаю, что это заполитизированность на мировом уровне, и она сказывается на уровне страны. Благодарю. Спасибо большое, Вадим, полностью с вами согласен. Итак, просто, ну, позорное, позорное выступление. Сейчас их будут таскать по всем вот этим левым ток-шоу, им будут давать платформу, где они будут поливать Трампа, где они будут поливать республиканцев. Это вообще, я считаю, что, ну, кто-то уже должен, по крайней мере, на государственном уровне как-то что-то делать, даже на уровне Федерации футбола. Потому что Федерация футбола точно так же спонсируется государством. Точно так же. Несмотря на то, что у них есть там членские взносы и так далее, но спонсором все равно является страна. И вот это, я считаю, просто позорным. И все то, что они выиграли, то, что они получили эти медали, я считаю, что это чисто и цацки для абсолютно непристойных, недостойных девок, которые даже не соображают, где они и что они делают. Ну, господа, спасибо вам огромное за то, что были с нами. Надеюсь, всем спокойной ночи. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!